Жизнь под грифом «Секретная история моей семьи» и тайная их работа на КГБ СССР. История номер 4. 17-е мгновение весны. Проходят дни, пролетают года, сетка подрастает. Анатолий работает в КГБ тайком от своей семьи. Рядших шаров решают улыбаться из отдела «Х» и стать механиками, то есть обычными работниками. Ну, насмотрели всякие дряни, там, ловили то водяного, то лоборотня, так что, ух, да. Анатолию свалилась вся тяготость и лишение, то там появилась тварь, то здесь отдел «Х» в Куйбышеве работал строго засекреченно. У них не было специального отдела. Они работали на цокольном этаже областной школьной библиотеки, которую вы и по сей день найдете, если сядете на метро и доедете до стации «Алавинская». Ну, а потом, посмотрите, когда из него выйдете, посмотрите просто налево, там, там, в здании, в библиотеке. Так вот, там хранилось знание, помогающее выполнять работу, охотиться на нечисть. Но вот разница между моим дедом и братьями-венчестерами стояла в том, что братья-венчестеры, у них лозунг семейный бизнес, а тут, как вы понимаете, государственная работа, то есть служба. Ну, конечно, мы поняли, дальше идем. Анатолий получил шифровки лично от Андропова посредством книг, которые библиотека получала от центра, то есть из Москвы. В них хранился шифр и указание о том, что нужно делать в Куйбышеве. Для тех, кто тупорыл, их не знают, что Куйбышев, Куйбышев, это так называлось Самара, до 1991-1997 года. И вот однажды получил был приказ из Москвы выдвинуться в царевщину с целью найти, кто проклял дома, в которых люди под диваном находили булавки, завернутые в платок, а потом... Умирали! Ужасно! В ужасных муках! Когда Леос Кубань появился там, Анатолий попал в ДТП. С ним столкнулся Василий из Четыровки. Тот самый Василий! И вы его помните, если внимательно смотрели мои... Точнее, слушали предыдущие рассказы из цикла «Жизнь под грифом секретно». «Вася, что ты тут забыл?» – спросил Анатолий. «Хочешь сам на вампира?» Который покусал всех коров Тамарины и показал фотографию, снятую на 9-мм плёнку от диафильмов. Ну, это ещё до DVD было, до видиков была такая херня, короче, в Советском Союзе. Ну, только в Советском Союзе. В общем, это причащие видика было. Анатолий глазами своими не поверил. Там его брат Иван с клыками... Склонился над шеей Тамарины. Её спас только чеснок, который она носила на верёвочке. Дабы защититься от таких простудных болезней. Но чеснок её спас не только от простуды, но и от вампира. Она всегда носила его с собой. Анатолий и Василий дождались полуночи, чтобы поймать нашего кровопильцу и брата моего дедушки. Брата отца моей матери спрятались. Они в сосновом лесу засадой из КГБшников. Но тут неожиданно в небе показалась метла. Это была ведьма, которая подбрасывала в дома заколдованные булавки. КГБист и Анатолий спутались на секунду. Смутились на секунду. И тут появился Иван. Он тоже был на летающей медле, которая летела из Кульбышева, со стороны Кульбышева. Оказалось, что его жена Винд Васильевна тоже... Ну, тоже тварь. Не только она не вампир, а ведьма. И пыталась... И пыталась учениками в гимназии номер один. Так, как она была... Ну, черным магом. Ух, страшная жуть. Иван зашел встретить с конца улицы дом. КГБист и во главе с Толей и Иваном бросились за Ваней. Бросились на перерез. Они наставили на Лиду Васильевну автоматы, а на Ивана наставили не просто автоматы, а автоматы с серебряными пулями. Да, друзья, есть такие. Сам видел лично. И даже стрелял. Но это об этом никому только. Лиду Васильевна лично доставляла Ивана к шертовам. Брат! Закричал Толя. Что же ты мне не сказал, что ты тварь мерзкая? Что ты вампир полудохлый? Я тебе доверял Машку для спаривания. Значит, Светка Светлана Анатольевна, его дочь и моя мать, тоже вампир. Такая вот логика, друзья, в Самарской области. Отвечай. Тут его разговор вмешалась Лиду Васильевна. И сказалось, что именно она тогда в четырех разки расписала его с Машей при помощи черной-причерной магии. Заставила и заставила выйти за такую страшилку, от которой все мужики оборачиваются, Машу. Ваня, ну, моего деда заставила, Ваня склонился на коллеги и сказал, прости, брат, ты охочешься на таких, как я. Именно поэтому я держал в тайне свой главный секрет, но понимал, рано или поздно меня за моё увлечение пить кровь и шею людей хватит кто-нибудь из КГБ. И убьёт. Поэтому я обрюхатил Машу, а Лид Васильевна помогла родить только колдунья, но никак не только... Светка будет колдуней, но никак не вампиром. Вот так сказал Иван. Поэтому я подмешивал Светке в мамину кашу свою кровь. Но тут тоже отсылочка моя, своеобразная, к Козелю, для тех, кто не понял, Козелю и сверхъестественного, чтобы она стала настоящей тварью, как и я. Мне уже более ста лет, представляете, брату моего деда, более ста лет, сказал Иван. Могло дальше случиться всё, что угодно. Иван мог покушить Толю, он стал бы вампиром. Или же Толя прихлопнула Ивана, и тогда сказочке конец. А кто слушал, молодец. Но всё был в нашей истории крайне не просто, друзья мои. И ужас, что дальше-то было. Могло дальше случиться всё, что угодно, как я и сказал. И если бы случайно не зазвонил телефон, не тот телефон, который вы сейчас пользуетесь, не этот грёбаный Эйплский смартфон. А тогда такие телефоны, где там надо было набирать номер на специальном кружке. О, я чё эти телефоны помню. Какой я старый, короче. Ну так вот. Единственное, это самый телефон. Зазвонил в Царевщине неподалёку от разбора к Ивана Столе. И к телефону подошёл Василий, муж-то Марины. И сказал, что всем надо стой, что вылетать в Москву. Причём всем, абсолютно. Кроме Лиды Васильевны. В Москве их ждал Леонид Ильич Брежнев. О, да. Который выиграл у Хрущёва в подпольном казино в подворе Лубянки пост руководителя ЦК Компартии. При встрече с Анатолием Василием Иваном Леонид Ильич сказал, уважаемый Анатолий, ты много сделал для страны. Но я тебе и твоим знакомым даю самую главную миссию в твоей жизни. Ты должен вернуть одного человека из Германии. Легенду советской разведки. Так как наша служба, создавая внешние разведки, засвечена ЦРУшниками по полной. Именно тебе предстоит на своём лязи Кубань вернуть обратно в Советский Союз человека данного. Но, кого не назвал. Поедешь туда по туристической виде, которой мы тебя оформили. Да, кстати, Алёша тебе передавал привет. Он до сих пор сидит на базе с Сидорчуком. Для тех, кто не знает, Алёша это пришелец. С него-то и началась наша история. Мы сейчас продолжим. Это не мой профиль, сказал Анатолий. На что Леонид Ильич глубокомысленно возразил. Если ты, если не ты, тогда некому будет. Ваня, когда вышел из Кремля, шепнул Толе на ухо. Брат, давай так. Я тебе помогу, а ты перестанешь на меня охотиться. Только если ты будешь пить кровь телят, а не людей, сказал, как отрезал мой дедушка. И свою ведьмочку Лиду Васильевну держи при себе. Толя позвонил Маше в Куйбышев и сказал, что уезжает на юг на политические чтения Лермонтова. Маша до сих пор думала, что Толя, обычный работник библиотеки, Толя Иван Василий, поехали через Беларусь в Польшу. Оттуда и добрались в Германию. Итак, наш Лиас Кубань доехал до их города Дрездена. До условленной квартиры с цветком в окне и черной занавеской. Войдя туда, перед нами сидел сам, постаревший, но не посидевший, полковник Максим Максимович Исаев. Более известный нам, как Отто фон Штеллиц. Тан-та-дан! Та-ра-тан-та-дан! Ну, мы продолжаем. Глазами своими не верю. Сам Штеллиц восторженно сказал Василий. Приходите, присаживайтесь, сказал Максим Максимович. Исаев Иван закрыл дверь на Липсфогерштрассе 13, дом 8, квартира 23. Есть дело к вам, прошептал Максим Максимович Исаев. Я знаю, что Ваня вампир, а ты, Вахся, куришь. Продолжил Штеллиц. Тут такое дело. Я был в Аргентине после войны, после Великолепной войны. И выяснил, что Гитлер, и выяснил, что Гитлер оказывается жив. Да! В 1945 году его вывезли из Берлина в подводную базу, находящуюся под шейфами ледника Роса. То есть, в подводной базе под Антарктидой. Антарктида в океане, то-то еще. Наша, или это, Атлантида, не важно. Наша миссия проникнуть туда, на Лиазе, Кубань. Вот так вот, в Антарктиду, да. И уничтожить остатки Третьего Рейха. Вот какая ответственная миссия легла на плечи моего дедушки. Нам приказали доставить вас обратно в Советский Союз. Строго ответил Анатолий. Эта миссия важнее. Она, можно сказать, историческая. Это наш долг. Перед потомками. Айван, поскольку ты вампир, ты, значит, холднокровный. И Антарктиде-то не замерзнешь. Вот как наш советский разведчик все предусмотрел. А Василий согреет нас своими сигаретами. Ну, или из них костер разведет. Надо только утеплить свой Лиаз Кубань. Проронил Анатолий Штилицу. Повесил на Кубань специальное холдостойкое покрывало. И герои отправились в путь из Германии во Францию. А оттуда на пароме... Как это сказать-то? На пароме что там? Вылетели? Выплавили? Короче, путешествовали на пароме. На полярную станцию Восток. В Антарктиде. Там они погрузили оружие. И отправились на шельфовый ледник. Роса Кубань не глох и работал в условиях минус 60 градусов. Холодно, холодно. Как холодно-то было. Стабильно работал Лиаз Кубань. Заехав на шельф, Кубань провалился под лед. И откликнулся он, наш автомобиль, выдолбанную фашистскую свастику с гигантской руны. И на них сидит орел. И все это было под ледами Антарктиды. Штилец, Иван, Василий и Толя взяли автоматы под сетями и пошли в бой. Добивать фашистскую гадину. Эту поганую немчуру, которая в 41-м году наших сжигала по всей территории. Ну не по всей территории страны, но в значительной ее части. Их прикрывала все-таки Лида Васильевна, которая ослушалась. Кого там? Брежнева ослушалась, да? Вот такая ведьмочка-то у нас в Куйбышеве. То есть в Самаре сейчас водится. За оклинаниями она околдовала фашистов. «Найм!» – сказал Гитлер. «Не надо!» Наталья с криком «За Родину, за Сталину!» Выпустил Гитлера весь рожок автомата. «Найм! Найм!» А тем временем Штилец пошел к Борману. Да, он тоже остался жив после 45-го года. И сказал «Ну и кто теперь остановится?» «Ну и кто теперь останется здесь?» И придушил Бормана, когда Василий из пистолета чекнул Геренка и Гимблера, которые также спаслись. То есть Штилец придушил Бормана. Ну а Василий паф-паф, пиф-паф и Дед Геренка и Гимблера на самом деле нет. То есть они уже все не смогли скрыться, как в отличие от мая 45-го года. В Лиазе была бомба, которая взорвала фашистскую газину изнутри, похоронив ее под снегом, под льдом, под айсбергами. Антоктиды! Теперь там маята, почему там на самом деле научные станции. Вместе с Лиазом полярники все-таки помогли то ли Штилецу Ивану и Василию выбраться из снежной ловушки. Дальше Штилец сказал вот что. «Ну, вы, ребятки, теперь без меня. Да, скажите, что я умер на задании. Я свою миссию выполнил, а в Советском Союзе меня ждет в лучшем случае только психушка. Я служу родине, а не этому лжевому тоталитарному государству. И ушел на американскую базу». Нет, ну ты не подумайся, он не предал, он просто как бы переехал в 600... Хотя можно и сказать, что и предал на самом деле. Штилец перешел к американцам на их полярную станцию Амудисон Скотт под видом журналиста газеты New York Times. Оттуда он вылетел во Флориду и жил там, пока не скончался от сердечного приступа. Жил он там под именем Майкл Смит. Толя, Иван и Василий вернулись домой в Куйбышев. Чтобы не вызывать подозрений, Анатолий купил точно такой же газ кубань, как и был у него до путешествия в Антарктиду. Когда Иван на него сел, на него Василий надел намордник и вел в его вену чесночную инъекцию, как химия байт. Он стал, то есть Иван стал человеком и больше не представлял опасности для жителей Куйбышева. Алид Васильевна продолжала колдовать, как ни в чем не бывало, но уже без вреда для своих детей и простых людей. Конец четвертой истории.